Здравствуйте, а текущая эпидемиологическая ситуация в Республике? На сегодняшний день у нас за сутки 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 40 в город Якутск и 20 в районах Республики, 6 в Нерунгринском, 5 в Верхоянском, по 3 случая в Амгинском и Нюрбинском районах, ну и ряд единичных случаев других. Конечно же, ситуация достаточно непростая. Мы видим, что если по Якутску достаточно стабильная ситуация сохраняется у нас уже практически месяц, то вот в районах Республики, в некоторых из них, идут определенные такие скачки заболеваемости, которые достаточно нас серьезно тревожат. Вместе с тем, хочу сказать, что все контакты выявлены, все больные изолированы, лечение проводится, и мы считаем, что по ним дальнейшего уже распространения инфекции не будет. И мною дано поручение усилить работу по ряду районов, в том числе по Верхоянскому району, по Мирнскому, Нерунгринскому районам, для того, чтобы ситуацию полностью взять под контроль и ввести ее в стабильное уже течение. 26 человек у нас, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии в больницах Республики. Из них трое на аппаратах искусственной вентиляции легких, и врачи вот ежеминутно борются за их жизнь. Проводится в среднем по 2,5 тысячи, 3 тысячи анализов в день тестирования. Показатель тоже очень хороший. Это позволяет, еще раз подчеркну, выявлять на ранней стадии заболевших и лечить их уже в основном в амбулаторном таком порядке. За неделю мы видим устойчивое снижение людей, находящихся в стационарах и на амбулаторном лечении. Мы уже начинаем закрывать койки, предназначенные для ковида по городу Якутску, потому что здесь у нас практически от пиков уже почти в 2 раза меньше больных находится в стационарах. И сегодня мною также принято решение, что в рамках дальнейшего снятия ограничительных мер тоже принимается ряд таких решений, как то, что с завтрашнего дня у нас с соблюдением социальной дистанции 2 метра будет разрешена работа общепита, ресторанов и кафе в республике. Это ждут в целом вся индустрия. Ну и в целом мы видим, что ситуация достаточно хорошо контролируется и муниципальными образованиями, и органами Роспотребнадзора. Ну и самое главное, что бизнес сам уже понимает, что в случае нарушений каких-либо, конечно же, дела будут незамедлительно передаваться в суд для штрафов, и даже не только для штрафов, а вообще для закрытия учреждений, которые будут работать с нарушениями санитарно-эпидемиологических мер. Я очень надеюсь, что индустрия общепита правильно воспримет разрешение работать, не как возможность, скажем так, нарушать, так и санитарная норма, а наоборот, как раз очень будет серьезно и ответственно относиться к этому. Также в рамках исполнения поручения президента нашей страны по подготовке к осеннему сезону острых респираторных заболеваний, гриппа, дано поручение Министерству здравоохранения республики уже подготовить и в августе начать работу по диспансеризации и по прививочной кампании, в первую очередь для школьников, но и в целом для всего населения нашей республики. Это тоже очень важно, чтобы мы как можно лучше подготовились к этому осеннему сезону, потому что вероятность, скажем так, вспышки очередной волны появления коронавирусной инфекции новой, она, конечно, достаточно высоко оценивается всеми эпидемиологами страны, и мы должны быть к этому готовы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.